1 плюс 5 самый, наверное, сейчас желанный Android смартфон по соотношению цена-качество. Вот и ранее упомянутый в прошлой серии про этот бренд мой товарищ Кирилл всё-таки нахватил себе максимального зверя из Китая. Я надеюсь, вы тоже задумываетесь о покупке этой модели. Товарищ, это не обзор, это, наверное, краткая хвалебная ода сему девайсу. Подержал в руках минут 15 и очень сильно захотел его себе. Итак, начнём. В 2008 году появилось доменное имя bitcoin.org, а в 2009 уже первый официальный курс по соотношению к доллару. В 2017 уже многие возможности потеряны, но всё-таки можно успеть заработать на криптовалюте. Долгосрочный проект, регистрация по специальному пригласительному коду. Обращаться по адресу, который будет указан в описании под этим видео. После регистрации компания предоставит помимо вкладов и услуги по обмену на криптовалюту, и выпуск банковских карт с привязкой криптовалюты. Подробнее в описании под этим видео. Чёрный матовый металл сзади и чёрное защищённое стекло с отличным олеофобным покрытием, соответственно, спереди. Такого красавчика жалко разбить, и поэтому сразу надо устанавливать защитное стекло. Кнопки, шмопки и фирменный триггер переключения режимов на своих местах и узнаваемый как фирменный стиль. Впереди и снизу сканер отпечатка пальцев стал ещё быстрее и круче. Также красивый логотип компании сзади. На этом про внешний вид всё. По эргономике тоже всё превосходно. Аппарат с дисплеем 5,5 дюймов уверенно хорошо лежит в руке, и им почти комфортно пользоваться одной рукой. Конечно, стоит отметить, что с таким дизайном и такими премиальными материалами смартфон всё так и норовит выскользнуть из рук. Поэтому надо пользоваться с чехлом, например, с фирменным. Всё-таки китайцы молодцы. Такое качество нам и не снилось от узкоглазых ещё пару-тройку лет назад. А теперь это достойный конкурент представителям A-брендов за приемлемые деньги. Кто думает, также ставьте пальцы вверх. Что другое из смартфонов можно купить за эти деньги, я как всегда спрошу у вас и попрошу активно ответить в комментариях под видео. А я скажу так, из китайцев ничего. Попробуйте меня переведить, мои маленькие любители поспорить в комментах. Где и как купить такой смартфон выгодно, я написал в описании к этому видосику. По быстродействию начинки здесь всё тоже просто самый топчик на 2017 год. И такого железа хватит на пару лет точно. Ну или до выхода 1 плюс 6, если вы фанат компании и покупаете раз в год их смартфоны. Для особо придирчивых в смартфоне установлен Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2450 МГц. Андре на 540, 664 или 8128, как в этом случае. Все игры на ультрах как раз плюнуть. Производительность на самом высоком уровне. Хозяин говорит троттлинга нет, не зависает. В повседневной жизни прям очень шустро. Не греется. Всё устраивает в общем. Про камеру много сказать не смогу, только сухие цифры. Что успел посмотреть сам в приложении фотоаппарата. Камера быстро и выдаёт результаты, которые мне понравились. Примеров, увы, нет. Снимал почти на веку футажики про него. И поэтому... Это фиаско, братан! Из цифр и так всё понятно. Двойная 16-мегапиксельная камера, автофокус, оптический зум двухкратный, апература 1,7, видео пишет максимум 4К, 30 кадров в секунду, и это хорошо. Вот прям в голове сейчас сидит, какое же это задротство. Про прям мелочи сравнения камер говорить, как это бывает нередко у популярных блогеров. Фу, такими быть. Это же сколько надо говна сожрать, чтобы так люто упарываться по сравнению камер в таких мелочах. Обычным пользователям важен итоговый результат, даже без кропа на 100%. Ну кто? Покажите, кто будет на смартфоне так люто запариваться на никому ненужную инфу. По статистике, даже на компьютер не перекачают фотки. Так и будут показывать с экрана смартфона. И это пример обычного пользователя. А блогеры, многие, надрачивают и надрачивают на такие сравнения. В общем и целом, отличная получилась потребительская камера со всеми плюсами и минусами. Есть, кстати, бакешечка. Надеюсь, допилят софт-обработку. Софт быстр и нежен. И один из самых последних. Скоро Android 8 прилетит. Повторюсь, лагов нет. Про звук не расскажу. Не успел послушать. Он есть, и это хорошо. А у нас, как всегда, жаришка, жаришка. Работает смартфон шустро и долго. При батарее в 3300 мАч. Сама батарея разряжается правильно. Выводы. Все просто. Качество материалов хорошее. Поигравшись с смартфоном непродолжительный период времени. Что я от него ожидал, то я и получил. Красив, быстр и, конечно же, надо упомянуть, что он очень похож на iPhone 7 Plus сзади. Но при этом в нем есть своя какая-то фирменная черта, которую начинаешь ощущать именно в процессе эксплуатации. Очень понравился цвет. Он глубокий черный. И это качество исполнения всему, к чему дотрагиваешься на нем. Однозначно он очень мощный смартфон. И по всем этим параметрам я крайне рекомендую его приобретение. Цена, правда, кусачая. Но вы знаете, что в описании самые низкие в интернете цены на него. Спасибо Кириллу. Спасибо вам за просмотр. Пишите, что вы супергероиды смотрели до этого момента. Подписывайтесь. Жмите колокол. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok